Пулевое ранение вызвало отравление свинцом 14 лет спустя. Медицина 13-2-21 ДЕК. 2018 сложность 2.5. Пулевое ранение вызвало отравление свинцом 14 лет спустя. Рентгеновский снимок коленного сустава пациента через 14 лет после ранения. J.Marcus, M.Sindelbeck, New England Medicine. 2018 медики Хосе Маркес и Майкл Шинделбек. Майкл Синделбек, описали интересные случаи в журнале New England Medicine. Пациент получил свинцовое отравление через 14 лет после огнестрельного ранения в ногу. Медики не извлекли пулю сразу, и за годы она распилась на части, вызвав у мужчины проблемы со здоровьем. 46-летний мужчина обратился в Чикагскую больницу имени Джона Страгера с жалобой на ухудшение хронической боли в левом колене. 14 лет назад пациент получил огнестрельное ранение в ногу, в один из мышелков бедренной кости, так называются выступы или утолщения на концах длинных костей, которые входят в состав сочленения или служат для прикрепления мышц. Когда пациента доставили 14 лет назад с ранением, рентгенография показала, что пуля застряла в кости, и хирурги решили ее не извлекать. После того, как мужчина вновь обратился за помощью, ему еще раз сделали рентгенографию и оказалось, что за 14 лет пуля распилась на части, которые остались в тканях коленного сустава. В результате у пациента в суставе скопилось большое количество жидкости. К тому у него обнаружилось повышенное содержание свинца в крови и анемия, которая часто сопровождает отравление свинцом. Чтобы вывести его из организма, пациенту назначили хилатную терапию. Она применяется для лечения отравления тяжелыми металлами, такими как свинец или ртуть. Рентгеновские снимки коленного сустава пациента. Слева, сразу после ранения. Справа, через 14 лет после него. J.Markers, M.Sindelbeck, New England Medicine, 2018 поделиться. Так как части пули могли не только еще больше повредить сустав, но и вызвать еще более серьезное отравление, медики планировали извлечь пулю. Но пациент, не дожидаясь операции, исчез и дальнейшая его судьба неизвестна. Стоит отметить, что медики неоднократно описывали подобные случаи. Пациенты получали свинцовое отравление и 10, и 20 лет спустя после ранения. Больше того, исследователи фиксировали свинцовое отравление у птиц-подальщиков, питавшихся тушками земляных белок. Этих грызунов вредители часто подстреливают фермеры из Калифорнии, Невады и Орегона. Недавно американские медики описали гораздо более редкий случай. У пациента, страдавшего хронической сердечно-недостаточностью, началось кровохарканье и он выкашлил сгусток крови в форме своего бронхиального дерева. Екатерина Русакова Субтитры создавал DimaTorzok